Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчиваем недельную главу Вайгаш. Какие есть уроки? Вроде бы мы не продавали братьев в рабство, и рабства сейчас нет. Что мы это бы должны изучать? Тем не менее, в Торе не бывает ничего случайного. Вина братьев по отношению к Иосифу, с точки зрения неба, была не только в том, что они его, не дай бог, там продавали в рабство или что-то, потому что они не поняли его, и они обрекали его на духовную смерть. Вот это они должны были понять. В тот момент, когда человек преследует своего брата только потому, что тот думает иначе, только потому, что он ведет себя иначе, поклоняется другому направлению, ты в эту минуту ущемляешь образ Бога, своей душе. И эта ошибка настолько написана у корена в нас, что мы исправляем ее на протяжении всей истории. Поэтому говорится, что мы продолжаем продавать Иосифа сегодня. В чем это заключается? Да, мы не продаем Иосифа, да? Не так. Написано, что мы продаем куски своей души в году гордыни. Сегодня все эти вот эти бури, которые есть в обществах, в настроениях людей, вспышки абсолютной нетерпимости со всех сторон, то, что каждый прав, прав до конца, и при этом Богу губится мир, это яркое выражение этой самой гордыни и напрасной ненависти по отношению к образу человека. Да, я всегда найду, как объяснить, что я прав. Ну и что? Сказано, что про Якова. Яков не умер. Так говорится в Талмуде, несмотря на то, что в Толе достаточно подробно описаны последние дни его жизни, его смерти. Здесь речь идет в первую очередь о том, это одна из версий, еще как говорят мудрецы, что в физическом смысле он умер вне пределов Израиля, в Египте, но в духовной плоскости, он живет с нами абсолютно. Здесь есть мудрейшие вещи, начинается наша глава словка, и вышел Яков из Большевы. В Тартате Перкея вот пишется, помни, откуда ты вышел, куда идешь, и перед кем можешь держать ответ. Вот куда ты вышел, начинается с нашей главы. Мы вышли из Египта, попали в Галут, и он продолжается до сих пор, мы должны понимать, что мы туда идем. Куда идем, мы тоже знаем. Написано, что вот, яма и черви. Что перед кем держать ответ, тоже знаем. Поэтому в этом надо вдуматься. Яков не умер, потому что он это понимал, и в духовном мире он жив. Братья, еще хочу, что тут отметить, не, я не дай бог, это великие мудрецы Израиля отметили, хотя братья не могли предвидеть, к чему приведут их действия. Именно Бог спас, в конце концов, через Иосифа от голода всех, и история Иосифа показывает, что независимо от того, понимаем мы или понимаем то, что происходит, все от Бога для нашего блага даже касается, ну как Иосифа продали братство, хорошенькое благо. Пропала семья, оказывается в конце, да, как не понимаю, в этой жизни тоже не понимаем. Поэтому глупо злиться на тех, кто даже причиняет вам вред или обстоятельства, или люди. Хотя, если люди, они ответственны за действия, но это их дело. Помни, что если Всевышний не дал добро, ничего не произойдет. Поэтому такое дело. Мы приближаемся к шабату. Знаете, вот есть такой старинный обычай, всегда все знают шабат. Накрывают халу, перед тем, как говорят, браху, с вином, перед тем, как совершают кедуш, накрывают халу салфеткой. Для чего? Написано, чтобы не опозорить как бы халу, которые якобы пренебрегают, отдавая предпочтение вину. Получается, что мы очень сильно готовы утруждаться, чтобы не позорить неодушевленный предмет. Но иногда, особенно, вот эта недопустимая вещь написана за шабатным столом, собираются люди, там вроде атмосфера такая чудесная, и начинают говорить всякие нехорошие вещи о других людях. Поэтому написано, что в этот момент ангел, который приходит к тебе в дом, он встает и уходит. А в чем же смысл тогда? То, о ком ты говоришь, радости ты ему не принес. Ничего себе тоже. Что ты сделал только? То есть надо подумать о чем? О том, что халу ты не позоришь. Сделать надо, написано очень просто. Надо хотя бы начинать с шабата. Запретить в этом. Если кто-то говорит, скажет, извини, давай сегодня не об этом. То есть убрать из... Ангел возвращается в дом, садится за стол, и браха приходит на следующую неделю. Браха вацлаха, хорошего шабата, всего самого-самого лучшего. committee music. Браха вацлаха, нюх лыда? Корректор сжаба. ...браха... ...браха... ...браха...